Всем тихой ночи! Продолжаем изучать те части мира SCP, которые чаще всего упоминаются в комментариях, и под прошлым подобным видео чаще всего вспоминали отдел по недоразумениям. Что же вообще может изучать такой отдел? История его начинается с того, что некий доктор Форкли долго и безуспешно пытался доказать начальству фонда, что SCP нуждается в таком отделе, который будет изучать недоразумения. Идею эту долго отвергали. Было для начала непонятно, чем то, что предлагает изучать Форкли отличается от меметики и антимеметики. Но все же это было нечто среднее и немного другое. В один прекрасный день Совету 5 одобрил создание такого отдела, при этом выделив на это дело довольно внушительные ресурсы. Что это за недоразумения такие, для которых нужен целый большой отдел фонда SCP. Например, это SCP-4467. Свойства объекта невозможно описать, но не потому, что, например, он антимеметически истирает из себя память, а потому, что в человеческих языках нет определений и понятий для того, чтобы просто даже назвать свойства объекта. Потому видевшие его не могут определиться, что же они вообще видели. Отдел по недоразумениям запустил программу под кодовым названием Бу-Бу-Бу. Главной миссией которого было создание новых определений и понятий, а возможно и целого языка и даже образа мышления, способного описать объект. Люди, прошедшие эту программу, действительно начали замечать объект и понимать, что это такое. Однако для неподготовленного человека вся их речь звучит как какое-то недоразумение. Сами недоразумения не всегда настолько сильны, что прямо-таки выпадают из области восприятия человека. Некоторые из них можно описать, пользуясь лишь простыми хитростями. Вот как-то раз в результате аномального инцидента одно из сооружений зоны 94 приобрело свойство недоразумения. Сотрудники фонда попытались записать информацию о случившемся, и оказалось, что задокументировать существование пострадавшей постройки стало можно только словами, начинающимися на буквы S, C и P. При этом эти слова должны чередоваться друг за другом, так чтобы постоянно получалось сокращение S, C и P. Нарушить это правило в целом возможно, но в этом случае в комплексе начинают происходить различные опасные события, нередко приводящие к жертвам. Еще один пример подобной аномалии это S, C и P 4380. Человек, обладающий любопытной особенностью, о нем можно нормально говорить и описывать его, пока дело не касается каких-то числовых показателей. В этом случае об этом человеке можно говорить только как о самом первом. Даже внутри самого объекта написано, что его номер SCP-001. Первый и единственный. Хотя, разумеется, это не так. Такими вот вещами занимается отдел. И когда он только начал работу, сразу оказалось, что мир буквально наполнен подобными явлениями. Например, было открыто, что в психосфере человечество живет существо, приходящее к тем, кто грубо нарушил какие-то общепринятые нормы. Его реальный внешний вид не поддается осмыслению. Понятно, что у него есть только огромные клыки, когти и глаза. Когда монстр материализуется и является жертвой, он чаще всего воспринимается как знакомый ему человек, благодаря чему втирается в доверие, выжидает удачные моменты, нападает, разрывая своими когтями и клыками или даже пожирает целиком. У объекта есть интересная особенность. Он не нападает на тех, кто хотя бы в общих чертах знает свойства монстра. И ученые фонда с удивлением обнаружили, что во многих старых сказках как раз дано общее описание этого существа. Например, это волк из красной шапочки. Отдел выдал этому недоразумению номер SCP-4352. В итоге отдел недоразумения оказался вполне себе полезным, так что совет О5 не пожалел о потраченных на него ресурсах. Хотя многие в фонде SCP так и не поняли, чем их дело отличается в одних случаях от меметики, а в других случаях от антимеметики. Да, некоторые из недоразумений похожи на что-то из антимеметики. Вот SCP-4517. Это объект, находящийся в ванной комнате квартиры где-то в Англии и не обладающий описуемыми качествами. Все видят, осознают, что он есть, но вот и писать ничего не могут. В этом случае, вместо того, чтобы создавать новый язык, сотрудники отдела по недоразумениям написали программу, способную сравнить объект с другими явлениями реальности. Поначалу, по данным программы, объект больше всего походил на ученого фонда SCP-Лестера. Однако затем сотрудники фонда догадались сравнить объект с прошлыми жителями квартиры. И при сравнении с братом последнего жильца, математиком местного университета, программа выдала значение большее, чем максимально возможное число в компьютере. Была ли это какая-то сущность, созданная математиком, или недоразумением стал он сам. На то, что недоразумением может стать человек, может намекать и другой объект. SCP-4773. По сюжету фонд изначально считал, что содержит летающего плюшевого медведя, вторичный эффект которого в том, что предметы вокруг него становятся недоступными для восприятия. А еще пропадает внесенная в камеру еда, сотрудники ощущают необъяснимое чувство жалости, смотря в сторону объекта. Был проведен эксперимент, где за камерой содержания следили не сразу за всей, а за каждым наблюдаемым квадратом в отдельности. Квадраты, недоступные для восприятия, закрашивали черным. Получилось что-то похожее на человеческую фигуру. Через некоторое время в камере появился труп, а все эффекты объекта пропали. То есть медведь не летал, просто его время от времени брал в руки человек, бывший недоступным для описания. И когда он умер от безвоживания и истощения, эффекты прекратились. Короче говоря, все недоразумения можно разделить на две группы. То, о чем нельзя говорить совсем и то, о чем можно говорить только каким-то определенным образом. Вроде бы просто. Но иногда недоразумения бывают достаточно сложными. Например, однажды в небольшом городке под названием Клоам в США произошло событие, суть которого никто не хочет объяснять. Проблема в том, что когда человек прибывает в город и каким-то образом узнает о самом событии, по какой-то причине он принципиально отказывается делиться этой информацией с другими. Это распространяется и на жителей самого города, и на всех сотрудников SCP, пытавшихся изучать явление, обозначенное теперь как SCP-4288. Лишь некоторые, особенно тренированные сотрудники фонда, смогли выдать, что это как-то связано с некоторым длительным событием, которое тянулось 10 лет, с 1980 по 90-е годы. Событие это считается крайне позорным и нанесшим огромный ущерб. Но, так как я сам являюсь меметической сущностью, я расскажу вам, в чем же тут дело. А дело в том, что в указанное десятилетие в городе творился небывалый разгул преступности, и это создало городу ужасную славу. В какой-то момент местные жители договорились между собой не рассказывать о событиях прошлого никому и никогда. Для того, чтобы восстановить доброе имя своего места жительства. Через пару десятилетий сама по себе договоренность начала жить самостоятельной жизнью, то есть стала меметическим комплексом, имеющим антимеметическое воздействие. Какое-то недоразумение. В некоторой мере, разобравшись, как работает недоразумение, фонд SCP решил использовать их в качестве оружия против сущности, имеющей номер SCP-5790. Фонд справляется настолько хорошо, что никакой информации о том, что-то такое было, вообще нет. Зато есть длинное описание того, как следует избавляться от любой информации, связанной с этой штукой, начиная от уничтожения документации по объекту и простым стиранием информации, и заканчивая внесением изменения в различные религиозные учения. Похоже, в итоге отдел по недоразумениям изгнал из своего мира что-то поистине ужасное. Исследованием недоразумений занимается и русскоязычный филиал. К примеру, вот SCP-1014. Это меметический комплекс, при контакте с которым способности к письму человека стремительно деградируют. Например, он перестает использовать большие буквы и знаки препятания. Еще более странное недоразумение нашел японский филиал и поставил на содержание как SCP-2434-JP. Это, в общем-то, самый обычный чайник, и таковым он и остается при использовании его по назначению. Однако, если делать с чайником что-то такое, что с чайниками обычно не делают, это вызывает цепочки непредсказуемых событий. Но, в целом, недоразумениями, конечно, занимается основной филиал. Не забывайте, кстати, упоминать какие-то штуки из мира SCP. Что наберет больше упоминаний, то мы будем обсуждать в следующий раз в подобном видео. Всем пока!